здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 10 мая 2016 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии сергей и валерий у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи осталось пятьсот сорок три дня тут мы немножко затянули у нас опять поток не шел перезагрузились и все у нас все у них получится да потом в рекламе вот всех поздравляю с днем победы звук проверьте да мы микрофон не поставили пока тут перегружали так что всех поздравляю с днем победы с праздником да с праздником у нас тут это все проходило всегда как сейчас называется победа бесия да такое выражение пошло ну слава богу в этом году меньше конечно гонялся отморозков со всякими машинами на которых были башни и так далее ну то есть я так понимаю все уже отъездились но вот что меня потрясло 8 мая я проснулся от звука турбореактивного двигателя я вскочил такую всю ночь работал писал так хорошо спал мне ничего не снилось слава богу в этот момент я думал все бомбе отскочил как сержант билка хотел выхватить саблю кричать вперед ура там в атаку потом раз ну подумал что все-таки наверное это что-то большое пролетело причем я сосна не опознал что это было и потом перед окном значит вот уже прошел ту-95 который меня конечно потряс не только звуком но и своим внешним видом вот такой ту-95 абсолютно закопченный не я сделал фотографию потому что я только проснулся он гудел как ту-95 в общем-то и выглядел как ту-95 вот он вылетает вот в этот момент как раз где как снято я его видел слева крыла с левой плоскости с левой полу с его левой полусферы я его мог наблюдать и вообще конечно я представляю ветеранов мало кто знает но ветераны наверняка и и содрогнулись когда над ними пролетел ту-95 почему потому что у него очень низкочастотные шумы а связано с тем что двигатель на ту-95 разрабатывал инженеры фирмы юма вот те самые немецкие инженеры которые делали двигатели для бомбардировщиков которые бомбили в том числе и саратов но не только саратов и сталинград и москву и все на свете и все ветераны помнят что звук немецких бомбардировщиков был всегда жуткий низкочастотный такой как ревет медведь вот это как раз звук ту-95 почему во всем мире и называют медведем потому что движок то юмовский и конечно мой родитель покойным всегда содрогался когда пролетали над нами ту-95 он переживший бомбежки он так всегда съезжался как но абсолютно смелый человек был но говорил вот этот звук ему сильно не нравится потому что вызывает какие-то детские воспоминания так не съезжал как напрягался так какая злость в нем появлялась и вот прокатился ту-95 это был 8 числа почему-то саратове праздновать начинает 8 но собственно как во всем мире да там демонстрации всякие устраивают вот такие вот вещи устроили тут фотографии какие-то люди разбивали того то есть это такой такой саратовский рок-н-ролл вот там а потом так чего у нас тут еще такого мы заготовили ну да это вот фотографии мы показали это те которые сейчас нацгвардейцы раньше они назывались училищем имени дзержинского до училища мвд но внутренних войск теперь это училища национальной гвардии знаешь этой гвардии нет а училища уже уже есть но мне вдвойне или втройне обидно значит почему потому что это учреждение который на улице московской но на улице ленина в саратове это учреждение когда был построена она была построена в виде цифры и буквы четыре шея чтобы самолета можно было видеть и являл собой четвертую пограничную школу да вот и оттуда как раз выпускники такие как лопатин в общем-то застава лейтенант лопатин она такая легендарная вот всю все средства массовой информации обошли фотографии кстати в разные годы они сделаны не обязательно в этом году это снайпер а который значит сидят там на красной площади и зырит кого будем застрелить из террористов и очень много таких фотографий я думаю что это был специально вброс такой сделан для того чтобы понимали что видите вот нацгвардейцы тут ломают кирпичи также они бошки вам будут ломать а вот снайпер они еще у вас будут пулять и так далее то есть какой то вот он день победы со слезами на глазах получился в общем вот этих ему уже сказали поздравляльщиков которые ездили сигналили давили там всех их был не очень много ну вот мне нравится что у них на машинах там у некоторых там написано можем повторить но имею ввиду слова из песни мы с тобой прошли прошли пол света если надо повторим солдаты в путь вот чего не мог повторить это вот только вот это они могут повторить это однозначно там такие в общем в саратове вот этот прошел полк значит как он господи космет бессмертный до бессмертный полк сказали нам что 40 тысяч человек был но я видел что такое 40 тысяч я знаю что такое сорт еще не был там конечно 40 тысяч хорошо если был 7 но может 8 но что до 10 я могу биться об заклад потому что есть съемки этого квадрокоптера но там в общем сосчитать очень легко поэтому вот тут фотография одна не прошла хорошая была фотография в центре саратова написали что на улице большая казачья рахва открылся вход в нарнию такой провал не видел такая дыра вот не пошла вход в нарванию это был самый главный 9 мая провалилась дорога ну туда самосвал может такая ям причем она бездонная а какой-то невероятной глубины там коллектор что ли какой-то а вот хвалынский это откуда родом вячеслав викторович володин и губернатор нынешний саратовский вот там 9 мая дорогу сделали вот фотографии этой сделанной дороги так вот делают дороги в саратове к 9 мая в общем-то нормально я думаю что так чё там еще у нас воскресенье встречался я значит в центре города с учителями скажем так с работниками школы одной саратовской мне знакомы эти люди я их приглашал смотреть наши передачи в том числе вот и по секрету всему свету что называется они поведали сколько получают у нас учителя за то чтобы приводили детей на подобные мероприятия и в этом году данная премия составила целых 800 рублей учителю за участие в бессмертном полке ну естественно с каким-то своим да батальоном детей вот в прошлом году говорят было 1100 то есть инфляция вернее не инфляция как это сокращение сокращение даже здесь причем я хотел бы обратить внимание вот там определенной категории гадов до ухватившись за знамя победы шла такие с такими восторженными лицами я как депутат областной думы бывший так сказать во втором созыве или в третьем я уж не по в третьем говорю о том что во времена путина самом начале времен путина путин когда еще не был патриотом и националистом он пытался запретить с нами победы если вы помните вышел проект законодательного акта и на этот проект мы должны были субъекта российской федерации проанализировать и и дать свой ответ то есть должны были проголосовать вот я напоминаю что большинство ядросов которые были в саратской областной думе и сейчас шли держась за это знамя голосовали о запрете знамени победы сейчас вот это победа бесит а тогда они наотрез я выступал рвал на себе рубаху и говорю в охерели вы хотите значку и был предложение и даже картинки нам прислали красное знамя и в центре белая звезда такая американская вот это должно было стать знаменем победой и это был законодательный акт который путинские тащили и вот эти пидоры они за это голосовали а сейчас они самые главные борцы там за это увековечивание победы можете представить это вообще что творится и охреневая просто просто то есть все вот эти вот козлы они теперь самые главные патриоты и националисты я говорю завтра им скажут стать пидорами они станут там же они уже пидоры ну вот такие вот дела президент казахстана в москву прибыл и так понимаю что он решил там у себя парад елбасы решил не проводить у себя парад победы да и скажешь нафиг от нужно а с другой стороны если как ну неохота деньги тратить ну и многое там вопрос а с другой стороны обидеть а вот чтобы не обидели еще нужно уже приехать в москву и все красота вещь сразу чувак убил двух зайцев да и вот путин его поблагодарил назарбаева а я для себя записал вот такую вещь когда говорят каких условиях на находится назарбаев очень непростых я написал назарбаев зажат между казахскими националистами исламистами русскими в казахстане путиным и его бредом западом сша турции с которой ему хочется дружить и китаем с которым ему приходится дружить а вот то есть огромное количество так скажем вещей который должен назарбаев учитывать ну в результате конечно попадет как одно место в рукомойник потому что все для всех красивым и хорошим нельзя быть это прямо противоположные интересы вот кремль объяснил решение путина не поздравлять порошенко с днем победы да вот как это у нас тут вот слишком разные до представления во всем как они сказали то что сложные отношения и вот и поздравили народы грузии народы украины вот так они выкрутились ну а в киеве вечный огонь накрыли портретом путина вот такой вот получилось инфернальное нечто такое такое вечный огонь и изо рта у путина вот такой идет гиена убины креативненько надо сказать я я бы сказал креативненько хотя я вот честно говоря не приветствую ни с той ни с другой стороны когда вот политизирует в нынешних условиях 9 мая то есть это праздник это праздник победы победил 9 мая нифига не путина советский народ и поэтому то что путин приватизировал 9 мая обосрал нам самый так сказать святой праздник использует его для того чтобы ставить домовую завесу для своего воровства и для своей ужасной политики людоедской ну что ж ну не не надо как-то я думаю направлять свои удары против дня победы лучше их направить против вовы путина вот эти удары во всем мире но это логично да с какой стати зачем зачем тут опять так же как у этих нет никакой логики мы победили фашизм поэтому путин молодец поля так и у этих нету они то есть пытаются ему подать на клюшку не надо ему подавать на клюшку надо подать пинка в пентагоне забыли про годовщину победы ему же правильно может и правильно там поступили то есть они вижу я далек от мысли что питер кук который знаешь вот там выступал он признался что совсем забыл тут замотался с делами 71 день год победа я чё там замотал никогда бы он не замотался выгнали на пинках оттуда потому что ну победа над фашизмом в америке празднуют очень хорошо многие это знают по крайней мере если кто-то не знает так то видел фильме крысиные бега как празднуют победу поэтому я думаю что это такой вариант политики ну забыли забыли бывает саратской таможне установили бюст александра невского да представляешь саратская таможня установила ой где он у меня это бюст куда же пропал хотел я показать фотка отсутствует чуть вот он нашел ура вот саратской таможне бюст александра невского и это установили ко дню победы какая связь я вообще не могу понять все три факта вообще непонятно когда связаны гневский и таможня и победа победа да вот какая связь три составляющие совершенно не вещи и чего в общем современное празднование путинская такой маразм чистейшей воды такой маразм на самом деле такая интересная ситуация у нас есть аллея героев да в парке победы вот недавно прям там были где стоят эти бюсты и когда их в принципе поставили ну я нормально к этому отнес их там хорошо поставили вроде бы даже не на бюджетные деньги на деньги там каких-то спонсоров то как они говорят по крайней мере да вот потом поставили в этом в рамках этого же проекта поставили николая первого к одной из школ до которую там основа у нас саратове здесь на 2 садово рядом с горпарком но тоже хорошо вроде бы неплохо потом возле казачьей школы установили бюст но вроде тоже хорошо и тут они вот такой вот козырь в рукаве невского поставили к таможне к дню победы то есть к чему на что непонятно еще одно бредовое событие наталья поклонская пришла на акцию бессмертный полк с иконой николая 2 но горит вообще просто бред полный тут вот как как-то даже с точки зрения какой-то логики объяснить она сказала что ее попросил об этом ветеран это зачем нет да и вообще причем бессмертный полк попросил ветеран вообще ветеран первой мировой тогда в принципе логика в этом не просто я думаю что здесь гораздо глубже события просто она не могла ни с чем не прийти да видно прийти ей не с чем понимаешь то есть видно если она пришла с тем чем на должна была прийти то там всем немало удивились да ну вот поэтому когда как бессмертный полк поэтому у нее чувствуется гены такие хромые немножко у этой дамочки поэтому я как-то вот у меня есть предположение почему она пришла с николаем вроде ветеран попросил но не откажешь там и так это благослов с иконой и не просто икона николай вот покопаться бы я упрошу тех наших товарищей в крыма вы покопать кто у нее дедушки то были прадедушки там и где они там воевали какие ордена у них за оборону ташкента нам или еще еще там я не знаю а то еще хуже берлин а путина рассказали о роли шахмат в победе над германией великой отечественной войне да это и путин кстати рассказал не только путина но и путин сказал что шахматы внесли такую лепту в победу в германии что играли и там и сям и в общем-то и в осажденном сталинграде и ленинграде в общем без шахмат как без рук представляешь ну я говорю просто шахматы пришел открывать детский центр сириус и рассказал как в шахматы победили немцев ну просто же лан рассказал всем известную историю как алёхин играл спиной к немцам в софии да это происходило когда бы развернулся спиной сказал что не будет он к ним поворачиваться он ну не презирает но в общем понятно лучше презирает и сыграл на 30 кажется досках сеанса одновременной игры не поворачиваясь ну и конечно уделал их он все-таки был чемпионом мира если бы он это рассказал ну абсолютно понятно тогда чё о чем речь идет а вот то есть о том что эти ребята хотели так сказать доказать преимущество в общем-то над славянами ну вот алёхин не дал такой возможности сделать доказательства похоже на какой-то а похоже на какой-то еще один кокаиновый след ну да но это что такое инфернальные вот путин на вот этом вечном огне которого изо рта огонь он даже менее инфернальные чем вот эти вот все вещи которые они вытворяют у меня уже мозг кипит я вот думаю представляю если дед мой покойник который всегда очень четко все поднимал дожил бы причем у него вот представление о мире такое было как под копирку с моим дядей ну с его сыном на и вот я смотрю как дядь мой на это реагирует я писал как бы дед реагирует думаю что ну слава богу не дожил ну как ну 80 лет умер от роду в общем слава богу прожил долго учитывая кучу ранений да там три раза в танке горел ну тогда уж очень негодовал по поводу леони брежнева который там в каждую дырку засовывает эту свою малую землю хотя у деда на малой земле погиб брат он говорил ну блин ну не только на малой земле то воевали да там и в общем как помощь такой анекдот был выгод воевали на малой земле или отсиживались в окопах под сталинградом вот так и здесь сейчас сейчас еще хуже час еще маразм вообще просто затмевает вот многие наши соратники но и не наши соратники выступили с такой поддержкой вот этой прокурора крыма то что она пришла с портретом с иконой прошу прощения николая второго и предположили что может быть она так искусство троллит вот вообще все это мероприятие весь этот бессмертный полк вообще на самом деле даже хороший такой повод для троллинга прийти на да ну по сути советское мероприятие да с иконой расстрелянного царя которого расстреляли советы вот и при этом с иконой как бы что тоже в антикарикальным до таком государстве в тот момент да то есть такое полное противоречие и даже не верится как то что это что она действительно думала что там кто-то ее похвалит может она наоборот пришла так знак протеста просто как она же не придет там с плакатом путин педрахуй правильно тут она пришла с николаем вторым по моему здорово то может быть в общем любом случае это что такое да вот спасибо бреду за победу саратов день победы 90-летняя женщина ветеран покончил с собой на этот уже вот реаль это этот праздник а это будни до 200-летняя женщина покончила как почему покончила не знаю ну так решила она покончила вот в питере 9 мая тоже 91-летняя женщина умерла она трое суток просидела без еды без воды в своей квартире там какая-то алкоголица внучка ее бросила закрыла там ну и к ней приходили вот те м честники которые вскрывали дверь говорят вся дверь там была в телеграммах в открытках то есть все приходили поздравляли от путина от хуютина от тех от всех но потом все-таки дверь взломали и госпитализировали но уже спасти не смогли она умерла и сейчас вот эту алкоголичку собираются там сажать заставление в опасности там т т т т т она вообще кто она алкоголичка и все и больше и и нет у нее звание никакого какой к ней какие вопросы представляешь вот вову путин который там рассказывает о счастливой судьбе ветеранов да он не виноват а виноват вот это алкоголичка без мозгов которые вообще уже представляешь то есть за 17 лет правления путина я напоминаю не построено ни одного хосписа для ветеранов ветераны жили страшной жизнью получали ранения и когда вову путин пришел к власти они в основной массе умирали сейчас уже большинство умерло что нужно было для ветеранов делать ну то что во всем мире делаются хосписы то есть там где можно по-человечески умереть они умирали как собаки ветераны наши приводе путине вот при этом крендели все это происходило сейчас происходит как вы видите а виновата внучка алкоголица да и хрен с ней с этой внучкой ты-то зачем здесь сидишь дятел в воронеже ветерану вов отказали в бесплатном лечении да тут тоже внучка алкоголица виновата ветеран войны обратился ему там какой-то эндопротез нужен год денег стоит дедушка ты чё и я так понимаю там некоторые пишут что его еще там и обокрали да вот в этом воронежской больнице да вот сломал шейку бедра его отказались ну чё ж старый человек говорят а чё там вот такие дела вот этот вот так нормально да так праздновали волгоградской области объявлены в розыск родители малышки найдены на улице ранним утром после праздновать не дня победы ну я так понимаю родители праздновали нами там тоже с полками бегали ребёнок оказался на улице я понял так что ребенок сам ушел из дома брошенный потому что сильно праздновали а вот в новосибирске во время салюта мужчина расстрелял двух девушек тоже такой поздравляющих тоже поздравил их из этого из травматического пистолета полицейские изъяли у москвича всенал оружие с пулеметами и автоматами нет то о чем мы говорили сейчас будет повсеместно то есть представишь какое количество не изымается пулеметов автомат сейчас будут пушки на дому ну народ вооружается изрядно и есть такая возможность в общем-то я вижу что проблем с оружием нет ночные волки почтили память погибших красноармейцев в праге до проехали по берлину говорят они там со стерлиговым что-то кидали какими-то ленточками барабов там очень веселились уже по полной программе но я понимаю что и вот представишь вот этим волкам куда-то ехать в тамбов да ну западло то волкам лучше в берлин в прагу но там где в общем то есть цивилизация зачем ехать в какую-то за жопинку где там какой-то ветеран помирает без куска хлеба и без медицинской помощи зачем лучше в это в германию там хорошим дорогам ленточками покидаться в этих арабов мы вот тут такие победители чего победители хрен знает вот эти волки я вообще не понимаю кого они победили да вот в праге этим ночным волкам факт показывали там в общем то когда они проезжали и все российские сми написали что это вот украинцы который потому что некоторые ставили с украинскими флагами что этот украинцы которые там находились они вот такое устроили на самом деле я так понимаю что это были чехии потому что их было очень много они такое количество украинцев там просто не собрали причем это не просто украинцы по мнению да ну укра бендеров цель бендеровцы с флагами америки это я лично слышал да 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 ну конечно по нашему кисель тв да ну и тут мотоциклист в это в харькове тоже попал под раздачу какой-то тоже байкер я так понимаю что кто-то ему в ногу пульнул и говорят что это вот все связано между собой тоже я так понимаю из травмат стреляли ли с чего ему там да есть травма то вот что это таким образом это вот карабин дыровцы воевали ну что я могу сказать во первых давайте начнем с того что быть байкером но этот по вективности наверное это одинаково как быть активистом лгбт абсолютно абсолютно одинаковая вективность что у байкера что что у активистов и лгбт поэтому вот я думаю что в любом случае не не в этот раз не 9 мая он получил пулю ну какого-то другого мая то есть следственный комитет предъявил обвинение предполагаемому убийцы бакеров подмосковье да дяденька такой которую зовут илья осеев 27 лет обиделся на байкеров на пятерых я понимаю так что они его там как-то обижали причем они женщинами своим были как вот по версии следствия поехал домой взял карабин сайга и с легкой душой пятерых байкеров хлопнула женщин не стал то есть как вот получается прям как в стишке садистском который был популярен советский период тоже как приятно из-за вина в жаркий и летом летний день расстрелять из карабин пару деревень так и здесь вот он а это окажется международный клуб honda и они и и он и они в общем-то из одного клуба такая клубные раз вечеринка это и вот пишу сознательно пощадил женщину в общем-то видишь джентльмен что-то можно сказать джентльмен причем он не просто застрелил там этих потерпевших он их потом еще зарезал ножом тех кто вроде как там подавалось какие-то признаки жизни ну там хрипел или что-то еще он еще ножом резал тоже в сми официально об этом пишут и видимо дамы на все это любовались а потом он решил но с них наверное хватит и уехал непонятно те люди пьют потому что просто с водки вот раньше такого нет них не случалось мы кстати когда увидели первый раз эту новость три человека нас было мы прочитали эту новость и у всех была одна и та же мысль что скорее всего не только водку они там пили и даже не пили а что то что то наверное тоже какие-то кокаиновые следы в общем в этом деле однозначно есть личность смертников подорвавшихся на кпп в грозном установлено ну такой тоже подарок 9 мая взорвали там кпп 1 1 погиб я так понимаю полицейский сколько там ранено двое нападавших якобы нападавших не знаю погибли один общем сам себя подорвал 2 говорят застрелили такой подарок 9 мая и надо сказать что и эти люди они жители грозного одного зовут ахмед и налов 91 года но это как нам средств массовой информации пишет как было на самом деле а другой шамиль дженралиев 89 года то есть это парни которые родились как раз на закате советского союза то есть они видели только войну в чечне а дальше путинскую дружбу то есть это не арабы которые из и гель приехали и в общем к 9 мая такой выпад говорит о том что не все как один в чечне да строится отдают честь господину кадырову и не все его считают своим господином посмотрим как будут развиваться события дальше но очевидно что что они будут близ а порта внукова заметили неопознанный летающий объект квадратной формы обязательно в общем то чтобы уже все довести до абсурда тот еще во внуков заметить нлоево я вот рекомендую этим онлонафтом путина забрать во внуков он будет взлетать раз его там к себе и забрали путина представляешь стать анальный зонт да как артву на анталь и зонт вставить да браво очень хорошо и транслировать нам в прямом эфире вот еще борца аэропорт внукова оказался членом банды игил вот видишь игил тоже ну то есть маразм уже такой причем внукова вот опровергает информацию фейсборщики говорят нет она из игила они как нет она не из игил в общем кого-то она вербовала во внукова лучше знают из игила да нет во внукова вот не умеют как как в минобороны вот в минобороны умеют а во внукова не умеют надо было сказать что она уже давно и уборщицы вообще уволилась из уборщицы еще полгода назад приморье выброшенного на берег китенка съели местные жители мы рассказывали про лошадку которую нас тут задавили в саратове на улице мясницкой кстати и и быстренько на мясо вот в приморье до приморье кит вывалился на берег как-то вот но он не успел он умереть своей своей смертью его разобрали на запчасти вот этот китенок и съели в общем то что говорит о том что народ не совсем сытый да хотя кто и знает ну жители приморье любит китовое мясо раньше я помню советский период даже эти делали банки консервов с мясом кита не киты киты кита потому что ну это рыба а именно с китовым мясом и ну в общем тут самое интересное что обычно все в сети возникает волна протестующих до недовольных а там все поддержали говорят ну все равно ему там жизни в нем осталось на одну затяжку так чушь пропадать забрали вроде как и слава богу голодухи то конечно скоро и вегетарианцев станет меньше и и каннибализма может быть со временем люди начнут говаривает и чушь страшности нам тем более в поволжье такие вещи вспоминать уж очень ужасно петербурге вандалы оставили кутузова без шпаги да странно что это произошло 8 мая так сказать ко дню победы причем это на памятник кутузову который уцелел от немецких бомбежек во время бомбежек и во время артобстрелов представляешь а вот от вандалов он не уцелел у нее шпагу отобрали то есть как-то как-то это вообще странно там перед этим памятником бойцы уходящие на фронт давали клятву там и так далее то есть все это как вот она реальная живая история я так вижу не способны путинцы не не живым ветеранам помочь не не памятники сохранить не память сохранить в нормальном не обосранном виде но нет у них этой способности почему знаете почему желание нет у них и желание воровать вот у них единственное желание она патологическая но их к и как волчьи волчий голод какой-то у них ненасытность вот у них основное а больше у них нет ничего не ну еще там красиво тусоваться что-то демонстрирует какой молодец на внешне это надо так стараться все надо было постараться памятник находится на невском проспекте там всегда толпа народу даже ночью я так понимаю что это там у казанского собора он да да там рядом памятник бахвай да то ли вообще было бы интересно такой какой-то эксперимент конечно это необходимо там какое-то невероятное количество источников искать и прямо-то целую может быть диссертацию на тему написать в преддверии праздника победы до дня победы вот как мне кажется по крайней мере по информационным сообщениям в геометрической прогрессии растут количество смертей ветеранов количество таких случаев с вандализмом памятников и так далее в преддверии дня космонавтики все тоже так же гибнут известные космонавты да да вот там уничтожают какие-то значит эти спилили помните да это кедр который посадил юрий гагарин и так далее и сейчас любой другой праздник возьмем ну конечно не хотелось бы хотелось бы чтобы отменялась но тем не менее любой другой праздник возьмем там как дни учителя там я не знаю учителями что-то подобное будет к первому сентября опять не дай бог конечно там дети начнут умирать это конечно очень такой сакральный до смыслами неизвестные разрисовали баннер со сталина в новосибирске который повесили эти кбрф но я чем могу сказать но не креативно но если вы хотите сталина разрисовать но сделайте это как-то более креативно это вот я вот это очень сильно не люблю когда смотришь вот вот смотришь вот в питере красноармейца разрисовали ну вот вот креативно я считаю очень но это все постоянно разрисовывает это как красноармейца или там вот на украине ленин такой был с ружьем а тут вот виде какого-то казака его сделали вот тоже в украине ленина очень хорошо разрисовали вот вариант ну как каких только и и помнишь мы как говорили еще давно что я говорил что в греции памятники но не памятники а скульптуры одевали в разные одежды но это все знают да то есть они были не белые как сейчас нам изображают вот греческие статуи они их раскрашивали в телесные цвета даже на некоторых и остались частиц краски одевали в одежду вот лишь вот на украине как мы предсказывали одевают мы давно про это говорили как ты уж писал даже где ты что такое что такая волна начнется ну потому что это это логично и вот что самое интересное мне нравится на надписи вандалы раскрасили под клоуна ну и там такого или российские хулиганы раскрасили памятник ленину в зеленый горох вход ну и много конечно таких вещей вот вот больше всего конечно вот такие вещи радуют вернее наоборот в кавычках радует вот это сделано в севастополе и это сделали не вандалы то есть вот это вот это таким образом и по единая россия облагородила памятником памятник защитником города севастополя чего у этих людей в башке у этих ядросов то есть они сделали так что ну вот вандалы у них бы не получилось так и сделать поэтому я думаю что все таки надо как иметь ну как у как какой-то вкус даже если вы если вы хотите что-то запоганить вот типа вот этого баннера со сталином должен быть вкус чтобы это было красиво а если вы хотите героев там разукрасить тоже надо что как-то это был по-человечески до соратники пишут тонкую шутку не все может быть поймут что ленина нужно было рисовать форме гриба такая старинная шутка в начале 90-х был по телевизору выданы и многие поверили что ленин гриб ну ватники верят всему что говорят им по телевизору тогда им сказали что ленин гриб они были в этом убеждены а вот сейчас им сказали что путин молодец они но это так же парадоксально нет это это также истинно вот то что путин молодец а также истинно что как как ленин гриб это вот абсолютно идентичный это кстати отличный способ под всем соратникам советую поискать это видео до ленин гриб и это отличный способ понять как можно абсолютную чушь в общем-то внедрить сознание людей а если бы эту передачу там повторили 10 раз я уверен что мы думали что то есть достаточно просто говорит любой бред главное чтобы говорил это известное лицо не смеясь и на центральном тв а что он будет говорить ленин гриб путин краб что угодно во все поверят минобороны опровергли крушение самолета вкс российской федерации в сирии но был заявлено некоторыми сми что в сирии какой-то самолет грохнулся а это вот это не наш наш все все на месте в аэропорту сочи на полосе нашли вчера фрагмент в общем-то шасси ну тормозной барабан самолета все побежали ловить самолет который полетел куда же он полетел то господи в тюмень до туда приехали следователи на полосу самолет сел ту 204 который red wings а он оказался целенький а вот какой сломанный теперь они не знают потому что они ловили 1 им сказать что вот именно этот я думаю что это также отводили глаза и теперь вот где же мы его теперь найдем дельта план в орехово-зуевском районе московской области упал пострадавшие есть самолет небольшой в калифорнии сел на крышу как тут фотографии даже есть у нас такая интересная вот как надо умудриться и как человек который подобные самолеты пилотировал могу сказать что это верх мастерства просто потому что ну ну да если суть сходим по следам то у него в общем-то ему на посадку метра четыре хватило ну дальше я понимаю как шасси провалились туда внутрь и он там завяз но вообще так такой вот посадка на авианосец до идем на перл-харбор как фильме бонзай ночью человек повезло надо сказать что не всем не всем ведет американском штате аризона в городе сюрприз на двор одного из частных домов упал небольшой самолет известно что два человека находившиеся воздушным суднем пострадали вот уж точно сюрприз да там что-то вот сюрприз к дню победы жуткий вот сел вот этот самолет потом в аризоне упал а еще грохнулся ан-2 представляешь откуда там ан-2 я не знаю в международном аэропорту при подлете к международному аэропорту сан-бернардин упал самолет и наши российские сми написали полиция объясняет причина варь тем что самолеты были очень старыми такие модели выпускали еще в тридцатых годах вообще самолет сорок седьмого года из мне не изменяет памятник погуглить или там 47 кажется образца ан-2 поэтому в тридцатых годах точно он не выпускался и вообще это ан-2 или не ан-2 непонятно если ан-2 то вот такие дела много там что-то упало надо в общем-то ждать волну да неизвестный мужчина проник на территорию штаб-квартира он запишет другой фильм ну как другой фильм когда кокс употребил героин нюхнул японский пилот боинга семьсот сорок седьмого он закричал идем на пирл харбор посадил и посадил боинг на авианосец это классика первый полет соболета от 2 произошел 31 августа 1947 года да видишь попадая иногда в точку иногда память не подводит неизвестный мужчина проник на территорию штаб-квартиру он в нью-йорке после чего ему удалось скрыться спрыгнув пролив из 3 сообщать телеканал nbc news ну это третий фильм про джейсон убор но честное слово помнишь он там прыгнул и все вот он упал разбился его не нашли так же здесь вот когда эти говорит что весь мир работает по таким классическим сценариям то сразу вспоминаешь юнга да и в общем с его архетипами ну из того что существуют вот такие архетипы вроде вот такие появляются классические сценарии да и мы ничего нового не придумают и на самом деле иногда появляются новые сценарии или кусочки новых сценариев вот как жизнь джейсоном борном да такой вот прыгнул разбился но тело не нашли так вот и здесь странные какие-то вещи вот прям тождественные иногда кажется что я имею ввиду тождественные фильм иногда кажется что это вообще просто кто-то сидя за столом напечатал так что-то у них промелькнул там воспоминания о третьем фильме про джейсона борна и и все молодец лесные пожары в канаде уничтожили уже полторы тысячи домов как в третьем ли во втором про джейсона борна в третьем про джейсона прыгнул вот вот да видишь вот там полторы тысячи домов там летает 133 вертолета 200 машин пожарной службы вообще все замечательно и там было 100 тысяч гектаров горело теперь горит 200 тысяч гектаров обратим внимание когда горел 100 тысяч гектаров то был 133 вертолета 200 пожарных машин 27 самолетов вот в забайкале 60 лишь на лесных пожаров 10 тысяч гектаров горит одна десятая вот туда направили тушить h2 вертолета ми-8 да и ил-76 два из москвы туда улетели то есть так вот как-то с точки зрения до объем вот и при этом в канаде страшная катастрофа с которой нет сил справиться а здесь нет никакой катастроф разница значит в чем единственное то что там где горит у канадцев там все густо заселены а здесь тайге ночью там горит там сейчас мы знать 10 тысяч там гектаров горит или сто тысяч кто там считал вы за что вот на самолете летишь надо российской территории потому что народ то весь из владивостока летает через китайскую территорию они привыкли смотреть в окошечко в иллюминатор на китай а вот вы пролетите по территории россии сюда вот от владивостока вот так вокруг и до амурской области вот я летел с вас движенки на военном самолете до авиабазы украинка амурской области там вообще нет ничего кроме тайги тайга ни одной дороги на подлете как авиабазе украинка я увидел такую желтую песчаную дорогу и но уже когда снизились и по ней жигуленок ехал такой все вообще то есть такое ощущение что там я не знаю сколько летели три с лишним часа 900 километров в час самолет пилит представляешь ил-62 и ничего я там не увидел вниз чё там нет кроме леса сопок так что будет гореть скажут так да ничего и говорить не будут ну горит и горит и фикси на урале возбудили дело гибели девяти человек при пожаре ну вижу на урале девять человек погибло из них пятеро детей тоже все там загорелась и в чувашии семь человек ну такие вот лишь у нас на празднике всегда правда у нас пожары и без праздников и и огромное количество детей сейчас погибает и мы об этом говорили ну так вот жизнь устроена то есть всем все пофигу вот в чувашии где уже были пожары до 7 человек сгорел тоже дети погибли всем всем до фонаря то есть у них есть парады проводить деньги и время там что-то я не знаю харей торговать там назарбаеву приглашать на все есть воевать в сирии на на то что непосредственно здесь на это нет даже там ветеранов лечить до пожара какие-то не допускать у них на это нет ни времени не сил самое главное желание нет мозгов в москве на пожаре пострадали 8 человек среди них трое детей ну да пожар прошли по всей россии а вот в саратове интересная информация в гипермаркет метро полицейские подкинули контрафан контрафактный алкоголь потом пришли и начали там что-то быковать составлять протоколы но они не понимают что метро это очень серьезная организация которая платит на самом верху за все даже если они будут торговать контрафактным алкоголем они даже близко не смогут подойти слишком они мелкие для этого там наверху бабки отчисляют поэтому быстренько этих полицейских обвинили в том что они этот алкоголь подкинули причем подкинул неизвестный не установленное лицо но полицейские виноваты уже возбудили дело все то есть их их полюбов по-любому сплющут чтобы никому даже в голову не приходило если метр будет торговать контрафактным алкоголем то будет тоже самый полицейские которые туда придут они сядут потому что но бизнес это в общем-то вещь такая которая которая очень нравится путину и путинским из-за патологической жадности даже если бы мы подбросили контрафактный кокаин они бы сказали что это не наш контрафактный кокаин у нас только истинный гран чистый породе стоит нам подбросить тут пишет контрафактный президент это да житель белгорода умер после четырехчасового катания в скорой да ему еще повезло он не был ветераном 38-летний мужчина причем совершенно непонятно то есть его четыре часа возили потом привезли поместили в реанимацию там он скончался те кто видел тело говорят что у него раны на голове кровоподтеки и так далее в общем совершенно непонятно никто не дает никакой информации какое ну заключение судмедэксперта я так понимаю раз он умер в там в реанимации значит ну вот местный патолгоанатомы даст заключение то есть так что можно было порекомендовать родственникам писать быстрее заявление чтобы уже судеб медицинские эксперты следовал в подмосковном лагере метеор отравились 17 студентов ну можно сколько угодно насчет метеора метеоризма там в общем все продолжается как как всегда сейчас становится тепло и поэтому говорили отравление будут повальными просто повальным я не рекомендую никому детей куда-то в лагеря отправлять если уж студенты травятся такими толпами на алтай на поиски собирательницы грибов направили беспилотник лишь хорошо как беспилотник пошел искать надеюсь что найдут а вчера когда был салют этот салют снимали с беспилотником представишь ночь и у него проблесковые маячки как у вертолета или у самолета у этого беспилотники я не знал что у них есть проблесковые маячки и он так подошел поснимал этот салют потом когда большие стали булки взрываться отъехал чуть-чуть назад чтобы в нее не попали а я думаю что наоборот эта фишка была бы если снимать салют изнутри беспилотник должен залететь как раз хотел сказать есть видео по моему прошлого года в москве но там это было не санкционировано то есть просто какой-то москвич на свой страх и риск поднял этот беспилотник и прямо я не знаю там на расстоянии может быть метра от него все это дело взрывался очень красивое видео и как вы думаете что с этим москвичом сделали штрафовали конечно здесь а сейчас бы его потащили фсб потому что регистрируйте на регистрацию этот беспилотник вообще безумство такое вот и интересно я посмотрел этот фейерверк не очень не впечатлили не впечатлил я так понимаю что по стоимости я не знаю но допускаю что по стоимости больше чем в прошлом году а по эффективности меньше потому что ну украсть надо людям стало надо надо украсть счет екатеринбурге годовалый ребенок попал под поезд ну тут не написали вы это предвидели имею ввиду что поезд это не настоящий каком торговом центре вот такой детский паровозик и конечно я говорю паровозики над безусловно запрещать или чтобы они по выделенным каким-то площадкам ездили ну потому что это это будет продолжаться сейчас денег нет ни у кого поэтому будут эти паровозики везде и всякой вот эту так сказать индустрия этих каких-то псевдо развлечений да то есть какие-то на тракторах которые паровозики на этих аттракционах которые в китае по поработали потом где-то в индонезии потом еще то есть вообще там в 10 странах потом сюда привезли и на такие деревянные чурочки их поставили они так по едет какая-то гусеница все это раскачивается чудовищно конечно поэтому все это будет рушиться и я думаю что если кто-то хочет такой индустрии развлечения зарабатывать он должен делать это идеально то есть должно быть все новое все должно быть хорошие правильные так далее уж точно не у такие паровозики но вот в данном случае меня больше всего удивил то что ребеночек пострадал годовалый когда лобала и ребенок без родителей как он даже если ходит то ходит то мы ели ели да поэтому как тут от странно все наши пишут ребята эти фейерверки очень вредны экологически да мы знаем что они вредны потому что при взрывах выделяется очень много всякой гадости соратники наши поделились новостью помните мы в пятничном по моему эфире говорили о том что выделили дополнительные там пособия какие-то ветеранам по тысячу рублей мы восхищались что вот тысячу рублей целые выделили потом в субботу появился у нас не было эфира в субботу появилась новость что в ингушетии ветеранам оставшимся заплатили по двести двадцать тысяч рублей и вот сейчас появляется информация что вдовом ветеранов великой отечественной войны в чечне выплатят по одному миллиону рублей ну да в чечне можно выплатить в россии зачем здесь вообще в результате дтп на трассе в тамбовской области погибли пять человек да вот мне написали что но я не буду все читать что человек написал вы называете точное место и там что-то случается топ да ну знаешь больше последнем эфире или предпоследнем про кита трассу там вов кирсанов я говорил что я ехал даме слепень стукнул овод стукнул в руку и я был весь в крови в пене и вот там произошло такое страшное дтп как раз приблизительно в том районе ну как так вот интересно случается вот кто меня знает уже обращает внимание всегда что вот о чем поговорим сегодня допустим вечером на завтра то о чем мы поговорили она проявляется даже если она там сто лет молчала и ничего не было то как-то вот такие вот ловим и далекие отголоски особенно близкие знать про разговор с телевизором то есть если кому-то задаю вопрос он еще не успел ответить отвечает из телевизора такие совпадения они ежедневно если включен телевизор там спрашивают там куда пойдем там из телевизора пойдем туда очень смешно на за москворецкой линии произошел сбой движение поездов ну вот за москворецкой линии наверное она вот вместе с синей красной линии но может быть потому что самый старый можно еще какой-то они самые опасные все-таки вот зеленая красные синие они максимально сейчас опасны но и самые перегруженные в то же время да да конечно в восточно-китайском море столкнулись два судна ну какого какой-то вот рыбак там в китайском море рыболовецкое судно погибло грузовой судно каталина под мальтийским флагом непонятно конечно какая там команда вернее понятно что там сборная солянка это к раньше было это империя аристотеля анасис а сейчас она как-то в общем по всему миру такая империя и в общем они я понимаю так утопили этих рыбаков и попробовали свалить но ничего не получилось китайцы поймали и сейчас очень много и часто мы видим не только на дороге когда кого-то сбивают уезжают но и в море протаранили все и синдзо абэ заявил что предложил россии на новый подход к курильским островам странный вот этот ну не странная а предсказуемый конечно ситуация мы говорили что путин начнет договариваться насчет курил всякого рода федоровцы там рассказывали что мы злодеи так далее что путин ни в коем случае о чем мы говорили мы говорили что путин сделает переложит на министров иностранных дел такой реверанс скажет вот они там пусть мы вы тут вот решили они пусть они там договариваются так так и случилось то есть вот сбросили даже так где это господи что формат будет переговоров вестись 2 плюс 2 но я думаю что путин готов отдать японцам острова совершенно спокойно причем не только те которые были готовы отдать советском союзе ну и вообще я думаю что и сахалином уже готов отдать то есть исходя из того что там будут какие-то мосты и туда сделаны какие-то свободные экономические зоны и если япония сможет все так сказать ну по крайней мере курилы да сможет каким-то автосообщением все связать то есть построить там везде мосты или там туннель я не знаю как они уже но и по и японцы могут запросто это сделать то все это будет конечно земля японцев и и дальше словить нечего всякие российские сми написали сечен в ходе визита об и обсудил участие по них процесс про проектах рост нефти знаешь как путин встречался бы туда пригласили сечен сечен туда пришел вот везде написано что сечен обсудил участие там туда-сюда и вопрос вот такой который я хочу нашим сми задать и которым обязать который обязательно бы задали японцы если бы это было правдой знаешь какой бы японцы задали вопрос оба если вот это было правдой они бы задали вопрос ты премьер-министр или бизнесмен в японии за такие вещи мы помним еще дело локхида и вот с тех пор сделал локхида когда starfighter планючих они купили там и 6 миллионов якобы взяли взяток да и полетели все премьеры там друг за другом пачками вот они тоже помнят еще лучше чем мы поэтому я думаю что ни одного шанса вообще у сечен с а б поговорить о рост нефти не было ни одного шанса вообще просто что ну потому что такую японию устроена это полная херня вообще просто полнейший не знаю зачем но я понимаю что путин там сечен они мечтают японцам что-нибудь продать лучше всех хочешь все там мечтают акции рост нефти продать там чтобы очередь была тут китайцы стоят в очередь а тут японцы чтобы конкуренции было больше денег можно было получить новость вот буквально последних нескольких минут в госдуме предложили ввести патенты для видеоблогеров и не поверите даже не единая россия предлагает а справедливая россия а кто по фамилии ваш я хочу очень обидеться на этого человека чтобы он так как тот подавился там своим пенисом депутат партии справедливой россии анатолий аксаков аксаков мы посмотрим кто такой аксаков я его лично не знаю но уже уже негодую по поводу аксакова и речь даже идет не только о том что ввести какую-то систему аксаков предлагает создать реестр таких лиц видеоблогеров выдавать им специальные разрешения и облагать налогами а иначе а иначе рекламные деньги видеоблогеров попадут на черный рынок и будут использоваться в мошеннических целях ни одного слова и гиль какой умный аксаков а какой умный аксаков вот сразу видно что это не единая россия вот если была единая россия где-нибудь слова и гиль было бы либо и гиль либо вот что-нибудь про украинцев там что мы спонсируем там революции цветные или там и гиль он пишет в мошеннических целях вот видно что опыта человек нет мне когда у вас возьмем вот такие как аксаков конечно будут покупать патенты на все абсолютно вот на все на воздух на воду если начата не будет возможность купить патент значит будет трудиться там в определенных местах не столь отдаленно это однозначно то есть вот эти все высеры мы запомним очень жестко очень жестко запомним его если они думают что они вот болтают языком и за это не придется отвечать и ребят вы думаете будет такая же хрень как при путине что не будет этого ким чен заявил что к ндр нормализует отношения с бывшими противниками пхеньяна да ну там съезд они провели слава богу покойник после разрешили хоронить свадьбы проводить в общем все там нормально там нормально люди как-то остался как в том стишке да тут ладно не буду читать по поводу тех людей которые женятся там и покойник в общем хоронят всех все у них хорошо да и вот народ вы выразил поддержку ким чен и ну а ким чен и в общем то опять всех попугал ядерным оружием сказал что вовь мы вам всем там гигей сделаем если вы нам угрожать будет если вы нам будете угрожать мы вам сделаем и гигей ну и призвал всех дружить ким чен и молодец такой вот клоун венесуэле совершено покушение на лидера местной оппозиции пишет оксаков русский славянин это вы из фамилии сделали такой вывод что оксаков русский славянин я очень сомневаюсь да ну в венесуэле мы видим что происходит событие такие достаточно грозные пришли на оппозицию кто-то наезжает ну я склонен думать что это может и не связано с политической деятельностью быть а может и связано в любом случае ситуация раскачивается и раскачивается очень сильно для того чтобы маятник раскачивался качели вот эти раскачиваются их нужно толкать с обеих сторон то есть если это такая особенность есть с одной стороны толкать стороны оппозиция с другой стороны нет движений то раскачать очень сложно практически невозможно нужно чтобы были движения не оттуда вот венесуэле она такая поступательные движения есть потому что мадуро не очень умный проводит не очень умную политику поэтому эти отсюда качнут те оттуда его там раскачивается сто процентов раскачается очень сильно обнародована база данных из архива компании масак фонсека ну видишь как хорошо тут рассекретили две тысячи документов этих россиян да которые там в этих панамских архивах ну подождем всяких разоблачений потому что информация а почти 200 214 тысяч офшорных компаний соли что есть кто-то каком-то офшоре но это все которые на земле есть обширные компании все там отметились нет такой был главная такая помойка до панамская помойка ну интересно посмотрим вот тут говорят что граждан сша 4500 920 граждан великобритании 9000 китайцев и 2229 россиян причем из россии зарегистрировали 7319 компаний то есть фамилии 2229 7319 компаний что говорит о том что ну наверное на подставных лиц как хоралдугин да регистрировали сразу несколько компаний и бенефициариев наверное гораздо больше чем один поэтому не 200 не 2229 а гораздо больше то есть кто-то я допускаю занимался бизнесом таким то есть регистрирует какого-то брал дуги но только не виланчилиста алкоголика да и все то и под его голову отмывает бабки то есть мы знаем что таких бизнесменов очень много везде в том числе и в саратове кстати говорят саратские адреса то вот саратские офшоры тоже есть там адресов саратки 1 2 3 4 5 6 7 7 саратских адресов там показались а вот песков назвал знаешь панамские документы с ворованными и сказал что офшоры никто не запрещал ну понятно что песков должен там и он и бабы обшор в офшорах да там установочные данные промелькнули он должен бить себя в грудь и говорит что никто не запрещал и какие они злодеи они своровали данные о том что мы своровали деньги о какие они враги народа данные своровали мы деньги мы все же деньги украли были они вот данные своровали вот какие как-то плохо песков отмазывается ему говорят о том что он день и украл на голову причем он говорит док это все украденными то зачем речь вообще вообще достаточно странно песков изменяет сам себе он даже не сказал о том что кремль сомневается в данных панамских архивов там и так далее что уже потому что никто не сомневается поэтому глупо говорить очень глупо я думаю что много будет еще таких серьезных открытий минэкономразвития предложил преодолеть стагнацию российской экономики ограничением роста зарплат они росли мне не только не ну для бюджетников что-то они поднимали не только зарплатную пенсию причем по пенсиям то вообще я так понимаю сокращение еще более жесткая вот до 2019 года это политика затягивание поясов так они же обещали что в 16 году невероятный рост начнется не начался причем затягивание поясов должно быть такое либо они на нашей шеи затянут пояса либо мы на их шее муж они же говорят что затягивание поясов но не показывает где потому что если вот был нормальное человеческое затягивание поясов это бы выглядел так они бы пересели на приоры до стали бы покупать пельмени там в пятерочки ну и все нормально там прекратили бы свои офшоры и всякую остальную херню они хотят летать на самолетах хотят иметь дворцы в италии возить туда своих баб и пидорков да а мы должны затягивать пояса ребят мы затянем пояса на ваших шейх это однозначно но вы делаете все правильно обязательно если вы еще отмените пенсии и зарплаты бюджетникам это будет вообще хорошо почему но я объясняю потому что вот представь они улюкаев до у которого недавно был день рождения дай предлагали тост да за улюка его до дна ну про одно это любимое его там высказывание да и мы о чем говорили ситуация такая что допустим они скорощают зарплаты и скорощает пенсии для того чтобы преодолеть стагнацию то есть что было движуха но если люди получили меньше денег они эти меньше денег влилили в экономику меньше денег в экономике стагнация только усиливается больше денег механизм раскручивается деньги кровь так того организм который называется экономика деньги и поэтому мы говорим что бернан бернанке предлагал с вертолета сбрасывать и в данном случае логично было бы начать поднимать значительно пенсию пенсионерам и зарплату бюджетникам тогда чтобы произошло тогда не государственный сектор экономики вынужден был бы подтягивать эту зарплату туда же присаж как начал бы работать этот маховик с бешеной совершенно скоростью ну конечно путинцы бы это не вытянули потому что у них там аппетиты очень сильный а в общем-то логика такая что экономика начала бы двигаться а так она именно стагнирует экономику представляешь причем переходит от стагнации уже к жесткому кризису то что предлагает улю кайф это перевести экономику в режим жесткого кризиса это убить вову путина он предлагает мы за мы за обычно когда такие новости появляются какие контраргументы могут быть вот у ваты и у кисель тв говорят а вот в пиндосе это да в гейропе вот новость из гейропы германия впервые с 1990 года объявила о увеличении численности своей армии и причем как вы думаете как они это обосновали они даже несколько не стесняются они прямым текстом говорят из-за проблем с россией ну да понятно что из-за проблем с россии и причем заявил об этом не какой-нибудь живеновский местного разлива а министр обороны германии на 14 с половиной тысяч солдат хотят увеличить численность военнослужащих еще на пять тысяч гражданских сотрудников больше привлечь у нас время вот более половины россиян не смогли назвать достижение путина за год давайте мы назовем к завтра ему какие вот вы считаете достижения путина за год такие праву что нормальные достижения тут вот говорили что про крым но вроде крым в четырнадцатом году до его не совсем путина сирия такие в общем достижение может быть давайте подумаем какие еще достижения путина сколько там народу умерло сколько повесилась так сейчас нас тут много новостей таких интересных которые стоило бы рассказать тут везде вся европа бастует в россии конечно никто не бастует все нормально вот сейчас много очень информации конечно которая осталась за бортом не успели который германии вот мужчина с крихом аллах аллах агвар отковался ножом людей на вокзале вот один человек погиб четыре получили ранения такой его уже признали дураком но правильно чё проще парень и реп как вот с этой дамой которая ребенку голову отрезала теперь как кто кого взорвёт все признали дураком и все нормально в сирии путин по сирии тут выступал сказал что сделали более 10000 боевых вылетов 30000 целей поразили но выявились какие-то проблемы какие проблемы он не сказал в общем то я думаю что очень большие выявились проблемы вот прокуратура турции сняла с нациста челика все обвинения в убийстве ну я понимаю так нацист это член национал социалистической партии да вот он вроде не не член национал это вот регнул такое такое выдал но мы говорили о том что то предполагали что он скорее всего взял на себя лишнего то есть он хотел крутого из себя дать и сказал что это он убил а потом когда его взяли за одно место в общем то он решил что лучше спрыгнуть и и лишнего на себя не брать и вот интересная информация турецкие сми сообщили о танках на прошедшем босфор российском корабле и корабль этот значит килл 158 ну келлекторное судно вот так от келлектор выглядит сейчас он вот так он выглядит и вот на этом келлекторе везли увидели турки два танка ну я допускаю вполне что могли и танки возить и что угодно возить но в общем достаточно большое судно чтобы спрятать танки во вторых танки лучше возить конечно на десантных кораблях или или на сухогрузах где их вообще не увидишь поэтому родилась мысль а не причем если вы увидите осадка то у него очень сильная у этого келлектора чё там там везет такой ну вот и вопрос такой может быть они увидели турки то что и хотели показать может быть келлекторное судно шло совсем с другим заданием да танки взяли с оказией чтобы показать туркам искать да вот мы тут танки возим а на самом деле в общем-то эта штуковина которая для предназначена для подводных работ в том числе и для спасательных подводных работ лодки подводные поднимать ну и все остальное прочее то есть я не знаю для чего нужно келлекторное судно там в средиземном море но мне кажется не для того чтобы возить танки это точно то есть здесь надо подумать зачем он там и явно им просто хотели отвести глаза так по шойговски шойгу такой хитрец такой шаман такой по шойговски сказали бы что это военторг плавучий ну можно будет такие вот дела на вопросы будем отвечать давай еще одно но скажем что тысячи человек вышли на улице берлина требуя отставки мерки да мы говорили что вся европа бастует меркель требовали выходные отставки ну говорят что она очень сильно начудила и особенно с этими беженцами и вообще как-то она себя ведет совершенно неправильно прогибаясь под турок под пути налажаясь там под америку то есть она по всем хочет угодить это дамы я говорю скорее всего нужно искать концы в ее прошлом возможно она работала на штазе или на кгб а и такая информация вполне думаю что доступна и сша и путин и скорее всего концы надо именно там искать поэтому она ну вот люди которые жили в германии в начале двухтысячных годов говорили что немецкая полиция вот этих мигрантов которые там без документов по левому как-то прибыли лупила беспощадно но не белых белых мигрантов не трогали а вот именно оттуда из тех мест и совершенно беспощадно их лупили вот это было до мерки потом пришла мерки ли вдруг их стали этих мигрантов целовать попу и многие другие вещи вытворять которые в общем-то по своему собственному разумению полиция делать не будет ни в одной стране то есть дано должна быть дано жесточайшая команда что нужно сейчас сделать меркель чтобы и не катапультировать ничего и по-любому катапультируют то есть она уже дано политический труп она я говорю а она могла еще спастись до того как она вот этого телевизионщика не сдала эрдогану мышца я тогда сказал что все ей конец вот она подписался приговор и мне тогда задали вопрос где чё же она такая дура возможно она не дура возможно она не может ну вот мне задали пошла вот мальц умная она дура ну наверное все таки не так все таки надо мной нет хозяев а над невероятно есть хозяин который говорит ей как нужно действовать фиштазе в князе очень хорошо скажу так давать вопрос тогда что это новости какие-то завтра тогда мы пройдем тут очень много новостей еще осталось просто безумное количество какие там новости меркель агент кгб до или штазе слов как вы думаете ведет ли евросоюз полицейскую ведет ли евросоюз полицейскую миссию на донбасс и поможет ли это восстановление миру украине сейчас пока нет оснований никаких полагать все же меняется понимаете это же договоренности должны быть вообще был бы совершенно нормально конечно если бы не евросоюз а он в рамках он это случилось бы и судя по выступлению путина он даже и путин то тут не против потому что он сам хочет решить этот вопрос он как действует как определенные животные до который засунул голову а сама не пролазить никак он не может пролезть вот он хочет чтобы ему помогли слова где маска ну нет все ничего нет маски ушла все маска ушла революцию делать революцию делает маска вопрос иран и саудиты согласны заморозить добычу в канаде крупные пожары мешают добывать нефть америкосы сокращают добычу и заявляют что ослабит доллар ждем курс доллара 40 рублей цены на нефть 150 ну нет конечно во первых канадские пожары предположим канад вообще не добывает ни грамма нефти вот просто ни грамма и что же с той добычей которая идет в канаде как-нибудь серьезно цена на нефть что ли возрастет да нет масса стран которые мгновенно увеличат добычу и перебьют даже канаду то сейчас саудовская аравия может увеличить объем конечно ли ты практически все нефтедобывающие страны кроме ирана могут легко увеличить добычу а иран он тоже может увеличить но он это делает просто каждый день и он это делает то есть будет такой или не будет от этого не на не на грамм он больше добывать не будет они стремятся как можно больше у них есть предел 10 миллионов баррелей в сутки а еще там два с чем-то добывает ну то есть еще вон сколько надо расти поэтому все остальные могут совершенно спокойно даже венесуэла может увеличить добычу можете представить слава почему тебя не банит а вы мне скажите а как можно меня можно только из пистолета забанить вот я в ю тубе нахожусь если они пожалуются как-то на четвертые сутки на четвертые сутки какой-то конкретно и они еще должны там доказать что-то какой-то конкретно мое видео будет забанено ну и ради бог на четвертые сутки его посмотрят уже все кто должен был посмотреть причем люди если они будут банить и будет происходить на четвертые сутки то тогда люди будут стараться посмотреть до четвертых суток раз а другие люди будут стараться перекачать и разместить это где-то до четвертых суток таким образом ну как минимум вдвое они количество просмотров увеличить они там хоть и и дураки но консультант это у них не дураки мы тоже думали а чё они не банят а потом ну человек который в этих делах понимает он нам подробно все объяснил почему не мы не банят потому что это бесперспективно они же не могут мне канал забанить канал не могут они вот конкретные видео ну и ради бога заболели на четвертые сутки и прибавили мне еще больше народа если вдруг забанит как каким-то образом непонятно там я не знаю договорятся с гуглами да как китайцы но у нас есть еще канал и вот один из них запасной канал который у нас есть вы на него обязательно подписывайтесь сколько сейчас там народ подписался на запасной но это мало надо надо как можно больше что был подписан потому что если действительно кто-то забанит чтобы все люди могли сразу перейти вопрос что скажете про казахстан первого мая были волнения ничего говорить про казахстан давайте как-то я говорю выделим сегодня мы говорили про назарбаев и про то между какими огнями он находится и тут говоря о казахстане нужно разбирать отдельно каждый фактор вот из всех названных факторов то есть казахские националисты русские националисты которые в казахстане живут путин который в россии живет со своим бредом турки который с которыми хочет дружить назарбаев да и китай с которым назарбаев приходится дружить плюс исламисты еще которые они все-таки их нельзя отразделять с казахскими националистами исламисты это все-таки пан исламизм это такое всеобщее исламистское движение там есть еще и казахские какие-то национальные исламисты то есть там настолько такой салат замешан крутой что здесь в общем-то анализировать нужно каждую позицию и смотреть как будет относиться к этому сам назарбаев а он сильно так сказать встряхнулся он сильно боится заявляет о том что будет там гнобить всех мы говорили что будет в отмеску он зря это сказал ему не нужно было говорить что будет как противостоять народу вот ты чё так можно по дороге проехали от этого нас потолок падает ну так вот ездит у нас так много народу что звучит как стишок про дом который построил джек да еще хуже гораздо хуже потому что я еще несколько нескольких факторов не назвал который будем считать второстепенными как как ни парадоксально они не второстепенны это экономические факторы связанные с ценой на нефть с ценой на уран то чем торгует казахстан вы так далее зерну опять же у нас есть такая категория троллей которые постоянно пишут о том что мальцем руководят евреи потому что он не говорит про евреев про масонов и далее мы наверно не будем сейчас на этом останавливаться просто советую всем поискать видео по м 2008 года с вашим участием на канале ртр или как он тогда назывался ты даешь не помню вернись этим в общем если даже у нас по вам на канале на этом есть это видео 30-минутное где и про масонов и про евреев и про кого только нет и все это было по центральному телевидению никто ничего не боялся и все до сих пор есть в открытом в общем то виде говорим на я говорю мы не хотим вот утыкаться в этот тупик который такой жидомасонский он называет жидомасонский тупик потому что ну наверное все таки мы видим мир более многообразным чем вот все что происходит это вот какие-то там эти выдумали сионские мудрецы масоны ну наверное нет ребят наверно наверное мир более многообразный и не под силу никаким сионским мудрецам выдумать такую фигню которая происходит сейчас вот здесь да то есть столько вот мы про одного назарбаева сказали и обратите внимание я не учел вот того фактора который называется сионские мудрецы жидомасоны да а почему потому что ну вот они вот представьте фактор китай влияние какой-то оказывает да безусловно там киссинджер оказывает на китае но какое-то влияние сейчас но это не очень значительное влияние и в рамках вот того влияние который китай оказывает на казахстан вот это жидомасонская составляющая как ее называют она там граммуль какую-то исламисты оказывает влияние на казахстан там сколько это составляющие так далее когда вы все это просчитаете вы увидите что ну да ну есть определенная так сказать категория граждан которые можно назвать сионистами есть категория граждан который можно назвать масонами причем она не всегда тождественна обратите внимание то есть кто-то отождествлять масону сионистами вы это зря делаете в америке 5 миллионов масона дачу они все сионисты что ли все они евреи вовсе нет то есть совсем как бы другие механизмы срабатывают поэтому эту жизнь она весьма сложная не не надо ее упрощать все пытаются все упростить я понимаю что любая система стремится к упрощению но из-за этого она иногда и проигрывает упорно просят дать ссылку на запас и не боишься что тебя застрелят как немцова я уже много раз говорил не боюсь а что еще раз сказать не боюсь каждый раз мне открывать новости где здрасте и там это аж подготовка я не боюсь что меня застрелят я не боюсь что меня застрелят упорно просят ссылку на запасной канал она в описании как и все остальные да да вы смотрите там все будет нормально так что там еще на учительницу пишет что на учительницу из челябинска завели уголовное дело за насилие над учениками и сложные домашние задания да там что-то астах по этому поводу высказывался уже успел он должен туда ехать осмотреть проверять домашние задания такой безумие ну сейчас бред вот все что происходит бред завтра у нас там телемост тоже мы хотим вот провести с волгоградом телемост тоже там совершенно бредовое обвинение человеку завтра у него суд посмотрим ну наверно приговор все-таки будет обвинительный за завтра на этим собираемся поговорить болтах мне сегодня звонил мы договорились посмотрим я надеюсь не сорвется завтра этот телемост то есть абсолютно бредятельно во всем мы сегодня ни разу еще не сказали о том что уже грядет да ибо грядет праймерис вот ни разу мы об этом сюда да да праймерис да поэтому просим регистрироваться на сайте волна перемен для того чтобы вы смогли проголосовать за мальцева я говорю у нас очень сверх задача победить там на праймерис ну в общем то она выполнима если все все захотят помочь и и нам и самим себе вы же понимаете что мы на самом деле тут голосуем не за мальцева и не на волне перемен это голосование за 5 11 17 года это голосование за революцию то есть поэтому если вы даже проживаете на украине у вас наверняка есть друзья в россии вы можете связаться с друзьями в россии попросить чтобы они зарегистрировались проголосовали за мальцева если вы проживаете в россии у вас есть семья который тоже можно зарегистрировать там и проголосовать за мальцева чем больше будет голосов за мальцева тем ближе и и и реальнее будет наша революция поэтому еще раз напоминаем что зарегистрироваться на сайте необходимо до 25 мая голосование будет 28 и 29 то есть те люди которые сейчас пишут что мы проголосовали мы зарегистрировались и проголосовали вы не проголосовали просто почему это важно потому что кто-то может быть искренне хочет там помочь но не понял вот процессы да и думать что сейчас он уже проголосовал а когда нам необходим будет его голос на самом деле он просто подумать что свой долг уже выполнил поэтому двадцать восьмого и двадцать девятого голосования вячеслав команды подобрал прекрасный молодцы я вообще никого не подбирал вот так в жизни устроено что она все подбирает само собой это же ну саморегулируемая система то о чем мы говорим и во власти так должно быть саморегулируемые системы они самые выживаемые то есть самый жизнеспособный и правильно сказать а то я как как сказал не по-русски жизнеспособны пишут соратники такое трогательное сообщение вячеслав пообещайте моей маме что вы ее не обманете после того как все случится 28 мы с вами да с удовольствием конечно я предельно искренне и я знаю что я никого не обману я сам могу в чем-то обманываться безусловно потому что я пол пол полон своих заблуждений полон своих предрассудков да ну я искренне на абсолютно и я в общем-то пойду до конца так вражки мало адекватных людей какая революция вот в самом вопросе противоречия логике вражки мало адекватных людей какая революция как раз как раз как раз революция потому что с понять с понимания адекватный что значит адекватный человек этот вот такой вот серая масса такая вот такой который пи чем больше неадекватных то есть кто такие неадекватные но и пассионарий в любом случае тем вероятность революции выше чем больше пансия пассионарий в тем выше его возможность того что будет революция при революционной ситуации потому что сколько бы не было пассионариев если не будет революционной ситуации никакая революция невозможно время так люди запуганные люди всегда запуганы это нормально это очень хорошо 90 процентов амеба нам нужно всего два процента чтобы сделать максимум по поводу того что люди запуганы и вы правильно сказали что это в каком смысле хорошо даже любой человек который ну хотя бы поверхностно знает основу психологии знает что у человека первый инстинкт во время страха это ступор а дальше если он этот этап превосходит да то есть проходит этот этап то у него открываются там какие-то недюжинные способности все прекрасно знаем эти истории как там бетонные плиты в несколько тонн там женщины поднимали и так далее поэтому сейчас с точки зрения такой глобального нашего общества да это тоже может сыграть определенную роль то есть сейчас люди в определенном ступоре да от страха а вот что произойдет дальше никто наверно сказать не сможет джетя говорил что если человек если воин не убегает он уже удваивает свою храбрость только тем что он не бежит еще пока ну и любой психиатр скажет что психически больные на свои галлюцинации мы говорили об этом реагирует также как на всякие страхи и ужасы реагируют нормальные люди то есть большая часть более 80 процентов около 90 психбольных убегает прячется и так далее но есть некая часть буйных которые начинают с этими там вурдалаками и фашистами там покойниками драться там воевать вот как раз они большие проблемы эти психи создают нормальные люди действуют абсолютно так же то есть большая часть убегает но есть некая часть которая остается и сражается вот это именно те кто нам нужен те кого выбирал александр македонский который когда пугают они не бледнеют а краснею он так выбирал раз побледнел мне в сторону а это покраснел все в первый ряд такие вот дела все до новой исторической эпохи осталось у нас 542 дня срок уже близенько что спасибо что вы нас смотрите у нас реквизиты менялись будьте внимательны спасибо что смотрите нас до свидания